Ну что, товарищи, всем привет! Прежде чем я начну свое видео, хочу всех пригласить на канал Антона Холостякова. Антон – молодой начинающий блогер, у которого будет тематика канала по поводу отношений, по поводу женщин, он будет и сейчас рулетки и прочее, прочее, прочее. Можете подписаться, у него есть видео на канале, заходите, смотрите, ставьте лайк и передавайте ему привет от меня. Ссылка на канал в описании. Ну и тема сегодняшнего видео про то, как люди совершают, популярны точнее даже, ошибки, которые люди совершают после разрыва отношений, либо после развода, если вы были женаты-замужем. Знаете, вот вспоминаю, как у меня все было, когда отношения только начинались. Да, я думаю, у вас, наверное, так же было. В общем-то и небо светлее, и люди добрее, и все было реально просто прекрасно. И вот когда отношения начинаются, кажется, что буквально весь мир в ног. Ну, во всяком случае, какое-то ощущение полета и даже бабочек в животе реально есть. Вот, кстати, когда я говорю про бабочек в животе, я вспоминаю фразу. Бабочки в животе со временем превращаются в опарышей. Это действительно так. И вот когда отношения закончились, когда наступил момент разрыва, расхода, люди совершают буквально одни и те же ошибки. И вот сегодня мы обсудим эти ошибки. Ошибка номер один. Самая популярная, самая распространенная, и у меня всегда она, в общем-то, была, это самобичевание. Знаете, когда отношения закончились, кажется, что мы виноваты в разрыве. Ну, во всяком случае, люди, у которых самооценка все более-менее адекватна, или, наоборот, плохо в том плане, что она занижена, начинают винить себя, что отношения, в общем-то, испортились из-за нас. Ну, то есть человек сидит и парится, и думает, что вот я виноват в разрыве отношений. Мы начинаем копаться в себе, думать, что, где не так, какие ошибки мы допускали, где поступали не так, как хотели от нас чего-то там, какие-то ожидания мы не оправдали, и начинается просто бесконечное самоуничтожение, даже я сказала бы, именно в психологическом и моральном плане. Кто-то начинает думать, что вот, там, денег мало зарабатывал, кто-то думает, вот, там, внешностью не дотянул, и прочее, прочее, прочее. Причем люди вспоминают те моменты, когда были ссоры, и за что их упрекали. И, кстати, знаете, что чаще всего бывает? Пытаются это исправить после разрыва отношений. Это очень глупо. А знаете, почему так делают? Чтобы бывшая или бывшая обратили на нас внимание. Мы справляемся, мы становимся лучше. Эй, эй, смотри, кого ты теряешь? То есть, что ты за этой серией? И это вдвойне глупо, потому что, если человек, который вас бросил, увидит, что, о, вы исправляетесь, вернется к вам, и все равно будет вам тыкать, что, а, вот, я надеялась, что будет лучше, а по факту вот все то же самое дно. Поэтому не мучайте себя, не надо переживать, просто плюньте на все и живите дальше. Кто-то скажет, вот как плюнуть, когда там развод, дети и прочее, прочее. Поверьте мне, спустя полгода вы скажете, блин, она была права. Ошибка номер два. Это для тех, кто не зожник, ну или, в общем-то, для тех людей, которые ударяются в обиды, страдания с головой. Это самоуничтожение. Моменты, когда нас бросили или отношения просто развалились, мы начинаем либо пить, либо курить. Кто-то употребляет наркотики, кто-то начинает наносить себе так или иначе какой-то телесный вред. Но это уже для тех людей, которые пытаются закушить моральную боль, физической болью. Да, и такие люди тоже есть. Так вот, саморазрушение и самоуничтожение – это, пожалуй, одна из самых фатальных ошибок, которые люди делают после разрыва отношений. Почему все так плохо и так грустно? Потому что, еще раз повторюсь, вы отойдете, вы обязательно отойдете от разрыва отношений. Однажды в вашей жизни все будет прекрасно, все наладится. Но тот вред, который вы себе когда-то причинили из-за вот этой вот всей лабуды, вы его, возможно, не исправите. Вы нанесли вред своему здоровью, но вы забываете, что у вас есть только вы. И больше никто, понимаете, вот в чем проблема. Поэтому берегите себя. Ни одна женщина, даже самая чудесная, не стоит того, чтобы вы испортили себе здоровье. Ни одна. Ошибка номер три, и я ее уже упоминала выше, точнее ранее, это попытка доказать бывшей что-либо. Это глупо. Знаете почему? Я говорю, что если будет камбэк, то вас все равно будут, в общем-то, унижать. Но если она не вернется, то будет еще хуже. А знаете почему? Потому что вы потратили свое драгоценное время не на себя любимого, да? А на то, чтобы что-то доказать человеку, который вас ни во что не ставит, которому вы не нужны абсолютно никак от слова совсем. И еще хуже, когда вы пытаетесь что-то доказать или пытаться выглядеть лучше в глазах человека, который вам изменял. Вот это, наверное, на мой взгляд, ну хуже некуда. И последнее, но не самое ужасное, точнее, наверное, одна из самых ужасных все-таки. Это ошибка, когда люди пытаются извиниться перед бывшими и пытаться их вернуть. Когда нас бросили или мы расстались, мы чувствуем какую-то вину. И даже если вы не виноваты, вы все равно испытываете вот это чувство вины. Потому что вам хочется, чтобы человек был рядом. Вам хочется все исправить. И в этот момент вы просто не отдаете себе отчета. Чаще всего бывает, знаете, такая картина маслом. Вы, совершив первые три ошибки, которые я описала ранее, начинаете под приступом какого-то самобичевания, либо под воздействием алкоголя, либо, знаете, еще в момент самоуничтожения, что можно добавить? Это когда люди пускаются во все тяжкие. Женщины начинают спать, с кем попало. Мужчины, в общем-то, тоже это делают. Либо даже снимают женщин с низкой социальной ответственностью. И вот после всего этого все равно остается такое паршивое чувство. И в этот момент люди не находят ничего лучше, как начинать названивать бывшим и просить прощения, что вот там, я виноват, да, ты прости, вернись, я люблю, трамвай куплю и прочее, прочее, прочее. Но, ребят, трамвай-то ушел. И потом, я повторюсь, пройдет время, вы это вспомните и поймете, что это было зазря, что это реально было ошибкой звонить и извиняться за то, что в чем вы вообще не виноваты. Понимаете, вы не виноваты. А даже если вы, допустим, виноваты в разрыве отношений, ну, допустим, вас женщина нашла с другой женщиной, и, соответственно, вы там изменщик и все такое, возможно, да, виноваты. Но, будем честны, вы уже тогда понимали, что вы не хотите быть женщиной, с которой вы были ранее, что она вам не нужна, поэтому ваша попа решила найти приключение в виде другой особой. Это был осознанный шаг. Поэтому не надо, не надо чувствовать вину за то, что вы совершили. Знаете, есть такая фраза, дерьмо случается. Запомните ее, просто переозрните страницу этой книги и начните жизнь с чистого листа. Кто бы что бы ни говорил, время оно реально лечит. И вы должны понять, что ваша жизнь, она продолжается. И нет смысла унижаться за то, что уже, по сути, в прошлом. Не надо тянуть глаза за хвост и, как хотите это называйте. У вас началась новая жизнь. Живите. Просто живите. Вкладывайте в себя. Разривайте. Сделайте то, что давно не делали, или что хотели сделать, о чем мечтали. Просто нужно быть смелым и выйти из той зоны комфорта, хотя она вообще не была зоной комфорта, и просто начать жизнь заново. Это нормально. И это не страшно, как кто-то говорит. Если сейчас кто-то скажет за алименты, вот, а я алименты плачу, и, в общем-то, я попал в алиментное рабство. Знаете, ребят, когда вы жили с бабой со своей, у вас вообще все деньги уходили на нее и детей. А сейчас, когда вы разошлись, вы платите, не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч, ну, в общем-то, какую-то часть от своих доходов. Остальное, в общем-то, только вам. И вы должны понимать, что вот как раз это прекрасно. Никто больше не скажет, вот, там, из твоих денег, которые у тебя остались, отдай мне еще, или отдай мне свою карточку, а я решу, там, купить тебе трусы новые или еще полгода в них походишь. Понимаете? Поэтому нет ничего страшного. У вас новая жизнь. Наслаждайтесь ей. В общем-то, права я или нет, я не знаю, но вот такие вы мысли на этот счет лично у меня. В любом случае, всем добра-бобра и до следующего видео.